Седьмой класс, 31 серия. Функция y равен kx и ее график. Графиком функции y равняется kx является прямая, проходящая через начало координат, причем при любом значении k. Действительно, если x равен нулю, y тоже равен нулю при любом значении k. Вы видите график функции y равен 3x, y равен x, y равен 1 треть x. Графики этих функций прямые, проходящие через начало координат, точку с координатами 0, 0. Прямую определяют две точки. Для того, чтобы построить график прямой, достаточно найти координаты двух точек и через эти две точки провести прямую. если значения x и y положительны, а коэффициент k больше нуля, то зависимость между переменными x и y называют прямой пропорциональной зависимостью. При увеличении одной величины в несколько раз другая увеличивается во столько же раз. и число k называют коэффициентом пропорциональности. Первая задача. Построить график функции y равен минус 2x, указать, внутри каких координатных углов расположен этот график. Итак, график объявляется прямая, проходящая через начало координат. Итак, первая точка уже есть. Осталось определить координаты еще одной точки. Достаточно для того, чтобы построить прямую через эти две точки. Допустим, x равен 1. Давайте подставим вместо x 1 и определим значение y. Итак, если x 1, то y минус 2. Вот координаты второй точки. Итак, x 1, y минус 2. Вот здесь будет находиться эта точка. А теперь достаточно взять линейку и провести прямую, проходящую через эти две точки. Через начало координат и через точку с координатами 1, минус 2. Внутри каких координатных углов расположен этот график? Это второй координатный угол, а это четвертый. Внутри второго и внутри четвертого. Вторая задача. Зависимость между переменными x и y выражена формулой y равен kx. Надо определить k, если известно значение y и значение x. Значит, надо подставить вот в эту формулу известные значения x и y и определить значение k. Итак, y минус 9, x 3 десятых. И для того, чтобы найти k, нужно разделить минус 9 на 3 десятых. Если разделить, то получится число минус 30. Значит, k принимает значение минус 30. Это ответ второй задачи. Третья задача. Пешеход идет со скоростью 3 км в час. Надо построить график пути в зависимости от времени и по графику определить путь, пройденный за полтора часа. Итак, по горизонтальной оси мы будем откладывать время в часах. Вот надо построить единичный отрезок. Это расстояние от нуля до единицы. Это 1 час. Еще отложить точно такой же отрезок. Это будет уже 2 часа. Затем будет 3 часа и так далее. По вертикальной оси будет откладываться расстояние. Пройденный путь в километрах. Если скорость 3 км в час, за 1 час пешеход пройдет 3 км. Значит, вот за 1 час он пройдет 3 км. Движение начинается в начале координат. Значит, можно построить график движения. Две точки достаточно для построения прямой. Итак, первая точка – начало координат, вторая точка – 1 час 3 км. По этой прямой можно определить, какой же путь будет пройден за 1,5 часа. Значит, мы откладываем 1,5 часа на горизонтальной оси, там, где откладывается время. Поднимаем вверх, перпендикуляр, и затем влево. И определяем, что расстояние, пройденное за 1,5 часа, 4,5 км. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...